Ревизор в Полтаве. Это отель «Алея Гранд». Идем с проверкой. Для Полтавы цены на номера достаточно высокие. Отель восхитительный. Номер красивый, слегка помпезный интерьер, но в целом шикарно. Впечатления остались наилучшие. Команда Ревизора прямое за своими вражениями. Здравствуйте, я Николай Тищенко, это программа «Ревизор». Очень приятно. Добрый день. Добро пожаловать в гостиницу «Алея Гранд». Сдаётся, приходу команды тут рады. Вы, Катерина, кто? Я, Партиян. Скажите, пожалуйста, приз курант цен. Есть? Да, вот. Давайте посмотрим. Экономный номер на одного человека и на двоих 800 гривен стоит. Дальше расскажите, пожалуйста, вы, Катерина. Заразом дизнаемося, как вы в ценах ориентуетесь. Номер категории «Стандарт», одноместное размещение 900 гривен. Двух мест... Не подглядывать. Хорошо. Не вышло спитрувати. Номер категории «Полу-люкс» – 1350 на одного, 1500 на двоих. И номер категории «люкс» – 2000 гривен. Ну, независимо от того, сколько будет людей, один или два гостя. Ну что, молодец. Все помните, все знаете. Скажите, пожалуйста, свободные номера есть? На сегодня, к сожалению, свободных номеров нет. Но если у вас есть бронирование или же ключик, то мы можем вас поселить. У меня есть ключик. Вот он. Да? С номером даже. Расскажите мне, пожалуйста, у меня номер 33. Что это за номер, что за категория? У вас номер категории «Полу-люкс», стоимость 1500 на двоих. Размещен на третьем этаже. Если будут какие-то вопросы в номере, вы можете набирать 1100, я отвечу на все ваши вопросы. Отлично. Большое спасибо. Ну что, погнали проверять. Лифт работает. У нас третий этаж. Так, номер 33. Заходим. Очень хочется посмотреть в глаза именно тому человеку, кто подготавливал этот номер. Давайте впервые сделаем ревизию с участием горничной. Звоним на рецепцию. Рецепшн, Катя? Катерина, пригласите, пожалуйста, в мой номер горничную. Да, конечно, через пару минут горничная обойдет. Как ее зовут, если не секретно? Горничная Наталья зовут. Большое вам спасибо. Спасибо, жду. Пожалуйста. И мы его убирали. Тщательно убирали. Ну, вообще-то каждый день убирается номер. Если где-то что-то пропустили. Нет, хотел бы вас попросить вместе со мной показать нашим телезрителям, как вы убираете номер. И заодно проверим качество уборки. Я вот вам сейчас дам белую перчаточку. С чего все начинается? Значит, прихожу, приняла номер, все нормально, все, если хорошо, снимаю покрывало и начинаю с кровати. А мы, зазвичай, лишком завершиваем. Ну, давайте, давайте, змінимо правила. Это так, если я, допустим, буду бегать по номеру, я могу пропустить там. А так я знаю, что я иду вот так вот так, и тут заканчиваю. Ну, давайте, как вы это делаете, так и сделаем. Давай. Так что, убираем? Да, убираем. Убираем. Снимаем подушки. Давайте я буду с этой стороны тоже снимать подушки. А Наталичка уже Тищенко керувати почала. Поехали. А вы же одна, как справляется? Ну, так и справляемся, вот так вот, на кресло, чтобы... На кресло. Давайте я буду на кресло. После этого. Подушечки. Подушечки. Если хотите, можете посмотреть. А вы проверяете подушки? Конечно. Так, открываем подушки. Пятень нет, повреждений нет. Пахнет выстиранным. Нравится. А что у вас? Я нормально. Отлично. Початок непоганый. Так, это все ко мне. Теперь подъем. Так, смотрите, пожалуйста, а почему одно одеяло, а номер на двоих? Если надо полностью... Пизднейше и на него подивимось. А пока... Что с пододъяльником, Наталей? Пододъяльник супер. Я посмотрю внимательнее, конечно. Секунду. Пятень нет. Пододъяльник белого цвета. Ах, душистый. Выстиранный. Само одеяло. На нем вот есть вот такое вот черное пяточки. Ожавчина. Неприемная знахидка. А что дальше? Дальше. Заправляем. Дальше вы обратно заправляете, да? Конечно, да. Заправляем. Заправляем. Стоять. Стоять, Казбек. Стою. Пока Наталя команду даст. Как в детстве с мамой заправляем одеяло. Сворачиваем. Свернем его по лужам, чтобы оно не мешало. Кладем. Вот это вот, которое второе в шкафу. А ну, кладывайте его где. Я его так складываю, чтобы я видела, что это моя складка. И чем она обедреняется, обеденшит. Как там дело, что вы, допустим, попользовались, а вот взяли вот так, вот это положили, вот так. Ну да. Все. Ага. Я вижу, что оно используется. А вы это складываете как, покажите? Пополам сначала, а потом конвертиком, да? Как этот стиль называется? Как это так, не знаю. Слоеное пирожное. Видноталкой Полтавкой. Думаешь, у Полтави с Наталой. Скажите, Наташ, а кто вы по профессии? Вообще, торговая работа. Товаровед, конечно. Но я на пенсии. А давно работаете, горничная? Ну да, здесь с 10-го года. А почему именно эту профессию выбрали? А при чем профессия? Где вот, где товаровед вообще-то, где-то там на небе. И где горничная? Подождите, хорошо. Я пришла, вот сказала, сколько мне лет. Меня взяли на работу? Вот так вот, по профессии. Там говорят так, 30, 40, все, пределы. Слушайте, а как же досвид? Ну и что? Сейчас молодежь, институты. Молодежь делать ничего не умеет и работать не хотят. Могу сказать вам из личного опыта. Я на работу всегда беру людей с досвидом. Стоп, секундочку. Что у нас просто радует? Повернемось до перевірки. Я вот смотрю. С вашей стороны там что? Супер. Супер? Хороший ответ. А вот с моей стороны тоже все хорошо. Снимаем? Снимаем, конечно. Так, на матраснике есть. На матраснике обычно быстро выходят из строя. Катышки всякие, дырочки, сопельки. Все здесь можно найти. Даже сперму. Не то слово. Если люди гуляют, а потом попробуй убери после того, как ему плохо и тошно. А можете просто рассказать, что на гирше вы бачили на матрасе или на лешку? Ну человеку плохо, он спал и все пошло вот так вот. Понимаете? Ну, и все. И мы выехали. Мы закрыли одеялком, все это красиво, покрывалом и выехали. Гости бывают же разные. Есть такие, да, культурные нормальные люди. А есть такие, зайдешь, это полный капец. Да. Пятно на матрасе я вот нашел. Жирное что-то. А с вашей стороны на матрасе ничего нет? Давайте посмотрим. Вот еще пятна. Надо вот почистить. Вы просто не перевертали, поэтому не бачили. Переверачиваем, но сегодня я же понятно, что не появилось. А перевертали, то побачили. Больше пятен нет. Чекайте, чекайте. Я знаю, что хотела спросить, если вы разсовываете лешка и смотрите, что под ними. Потому что мы таке находимся. Я не знаю, вы, наверное, тоже, но мы бачим горшки, волосся, гроши. Я вижу вашу глядачу. Дивитесь? Конечно. Приятно побачить своего глядача. А вы находили такие штуки? Меня вражают наибольшие за все презервативы, которые используют в хороших готелях. Ну, бывало? Целенькие бывают, ящики забывали. Тут ничего нет? Нет, чисто. Даже волосинки не нашел. Постаралась, Наталочка. Кровать мы проверили. Куда вы идете дальше с вашей проверкой? Тумбочка. Тумбочка. Пыли нет. Снизу. Что? Грязи нет. Наташа, что вы проверяете дальше? Смотрим стол. Переворачиваем. Ну, что там будет? Все много. Пару ржавых пятен есть. Наталья, а находили жвачки под столом колись? Да. Особенно вот здесь, когда мы спим, и вот тут раз заклеил, и все хорошо. Слушайте, а у вас выникало когда-то желание сказать гостю, когда вы это находите? А вот так, вот две камеры, и, наверное, у вас смотрятся люди, которые хоть раз в жизни так сделали. Я не знаю, как можно, дома, наверное, так не сделают. Нет, вы скажите, дорогие постояльцы, приезжающие к нам в отель, уважайте мой труд, потому что я работаю для вас. Да. Чтобы вы чувствовали себя как дома, правильно, Наташа? Да, я согласна. Согласна. Поехали дальше. Что вы подоконник проверяете? Да. На подоконнике грязи нет. Так, что с окном? Ну, с окном пока еще зима, сильно мы туда не выходим, потому что холодно. А с нашей стороны протираете? Да, старались. Сегодня это делали? Ну, да. А вот здесь достаете? А здесь не достало. По-честному. Вы решили сразу зазнатись? Ой, 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 ой. Пропустила. А я не пропустил. Что дальше? Верка? Николай проверяй. Проверяю. Спевнені? Пыльно. О-о-о. Вроде нормально было. Так вы же не дотягиваетесь. Взрослета то не вистачает. У меня чисто. А у меня кто? Ой, ну что ж вы делаете? Чистые. Так, не удаляйте вещественные доказательства, они только что были, их не стало. Кмитливая Наталочка худко виправила ситуацию. Как вы такая шустра, Наташа? Я ничего шустрая. А кто будет отсталивать мой труд? Я. Вы под надежной защитой. Я вас в обиду никому не дам. Горою. Идем дальше. Идем. Видите, бутылки открывают люди. За принципом «не моя не шкода». О, вот шкрябал здесь. Вот кто-то шкрябал. Открывают пляшки обстил? А мает открывашку? Конечно. Вон открывашка, штопор. В наявности полный комплект. Все есть. Посмотрим мини-бар. Тут есть набор алкоголя, соки, вода, орешки есть. Презервативы есть. В общем, есть полный набор, который вам вдруг может понадобиться, если захотите организовать маленькую свадьбу или сабантуй. Сколько стоит вот, например, вот этот алкогольный напиток? Так, есть меню, в котором указаны цены на мини-бар. Джин стоит 559 гривен, а шоколадка 55 гривен. Так, с этим разобрались. Идем дальше. Что мы не проверили? Чайник, чашки. Чашки должны быть грязные? Должны быть чистые. Поглянемо. Чистые. Блестят, как у кота яйца. Чайник с налетом? С налетом. Вот, налет. Это не налет. Это ограбление, это не налет. Аня, посмотрите. Ну, ну, Аня. Зараз Анечка рассудить. Только кипятили с содой. А подивіться, ну, щиро кажучи. Чуть-чуть. Я роблю це без соди, я роблю це з лимонною кислотою. Один пакетик, літр води, закипятила, вилила, все. Ну, значит, будем еще лимон. Спробуйте. Хорошо. Лайфхак від Ганни прийнято. Куда идем дальше? В туалет. Пошли. Захожу первой. С чего начинается уборка ванны? Начинаем отсюда. Поехали. Так, следов грибка нет. Чисто. А що з чистотою душа? Головка душа в налетчику. Да? Вибіркове прибирання. Ну, наскільки я понимаю, не вы убирали ванну? Нет. А кто убирал? Светлана. Ваша смежница, да? Куда? Света. Ну, в самом деле, невнимательно. Что дальше? Зеркало. Зеркало чистое. А, это наша камера. Не пугайтесь. Там уже ж привыкли. За полчаса. Может быть, если вы к камерам так быстро привыкли, может, к нам присоединитесь? К команде, ревизор? С удовольствием. Але про це трохи згодом. Там пустили, там не пустили, там фабилиз. Это классно. Справжня романтика. Так, поехали дальше. Горячая вода есть. Есть шесть флакончиков с косметикой. И две шапочки. На двоих хватит. Что еще проверим? Ну, дальше. Ведро отполировано. Без мусора. Так, туалетная бумага есть. Держатель не сломан. Отполирован. Унитаз, сиденья, без пятен. С обратной стороны налета, грязи нет. Нет. Этот унитаз чистый. Поддерживает чистоту и свежесть. Поможет туалетный блок. Оставлю тут до места. О, а вот еще один рулон туалетной бумаги. И он начатый. А мали б замінити. Куда идем? Шкаф. Может, там кто-то сидит? У нас был один ревизор, очень сильно любил в шкафах сидеть. Все себе представлял, что он герой-любовник. Приходит мужчина в номер. Спрятался в шкафу, потому что сейчас придет муж. Только дернулся и включился свет. Тут даже бороду не почешешь. Неудобный шкаф. А раптом, он и зараз у шафе. Не цього разу. Тремпельочка у нас сколько? На двоих четыре тремпельочка. Маловато будет. А что с чистотою? На полке пыли нет. Шкафу можете проверить? И скажите, что нужно. Вы же смотрите программу. Чисто. Подвейное подтверждение. Ничего, слабее. Первый пошел. Опля. Большое вам спасибо за помощь. Я вас с удовольствием отпускаю. Спасибо. Спасибо вам за вашу помощь. Можно обнять. Можно. А вердикт через секунду. Не переключайте. Ну что, идемте. Сейчас самый ответственный момент. Та мы про декого забули. Ну что, Наталья, идем, посмотрим, как это все происходит. Хорошо. Потому что без вас уже получается никуда. Хорошо, согласен. Закрывайте. Пошли, ты далеко? Ну вниз, вниз. Все собрались снизу. Идемте. Волнуйтесь. Я тоже волнуюсь. Вот когда выхожу каждый раз к людям, тоже волнуюсь. Это нормально, волноваться можно. Да, кстати, держите. Будете вынести ее теперь. Нет, а что я? А кто? Ну вы же вручали. Нет, я ничего не собираюсь вручать. Ну вот, видите. Ну я вижу. Вручать? Ну хоть подержите, посмотрите канал на ощупь. Да что ж подержите? У нас все справедливо. Все по-честному. Все по-честному. Ну ладно, хорошо. Вы же сами все видели. Тогда держите. Не-не-не, это уже все. Теперь вы будете держать. Я буду держать. А потом вы заберете, да? Так кто ж вам зизнается? Идемте. Все, вот становитесь сюда. Не-не-не, стоп, 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 стоп. Все сюда. Вы помните, мы вместе с вами делали проверку? Да. Ну вот теперь, что бы вы сказали вашему коллективу? Вот держа вот такую вот. Ну, хорошая табличка. Хорошая? Да. Ну, будете вручать или не будете? Я ж не знаю, как скажете. Вы ж проверяли нас. Мы с вами вместе проверяли. Ну, вместе, да. Ну, я считаю, что у нас хорошо и чисто. Ну, бывает немножко там где-то недоразумение, но быстро исправляются. Я считаю, что мы достойны вашей таблички. Мы стараемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делайте еще лучше нашего стивица. Какие чувства вот тут, как вы видите? Инфаркт миокарда. Вот такой рубец, да. То же самое. Очень много волнений, но волнения приятные. Спасибо. Это неожиданно, но очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...